С доходом, который уже, ну, довольно-таки неплохой, да, не то, что там на 3%, поэтому все это и дополнительная такая мотивация, да, если кто-то там собирался расти, но не ставил себе никаких сроков, то сейчас у вас есть реальный срок, в который вы должны вырасти. И вот эта вот огромная мотивация, огромный пинок, да, который не заставит вас остановиться вдруг, да, у вас будет вот такая вот крутая мотивация. И за этот период вы вырастите и получите все-все сразу плюшки, это и доход, и карьерный рост, да, и путешествия. Согласны со мной? Почему говорю, что это реально? Потому что перед вами сидит человек, который успешно квалифицировался на менеджерскую конференцию в этом году в Сочи, да, причем я получила 2 путевки совершенно бесплатно, то есть я 2 раза проквалифицировалась и получила 2 путевки и беру с собой супруга. И я не какой-нибудь там особенный человек, совершенно нормальный, такой же, как и все вы. Поэтому, ну, тут только нужно, конечно, работать, не просто сидеть. Болгария, ребят, очень советую вам для дополнительной мотивации, да, смотреть ролики про Болгарию, что это такое, вообще узнать побольше об этой стране и захотеть еще больше там побывать, да. Я тоже, в свою очередь, буду искать информацию интересную, буду тоже вас дополнительно еще мотивировать, чтобы не опускались руки ни в коем случае, да, потому что, возможно, первое время, пока вы встанете в эту колею квалификации, вам будет сложновато, да, потому что это непривычно именно по действиям, да. Но потом, когда вы уже войдете в колею, для вас это будет совершенно нормально и даже уже дальше, ну, будет намного легче. Поэтому дополнительная мотивация тоже очень-очень вам потребуется. Так, условия. Какие же нам условия? Ребят, началась квалификация уже в этом каталоге, да, в каталоге 12. Для всех, кто был зарегистрирован ранее, уже с сегодняшнего дня мы начинаем выполнять условия. Для ваших новичков, которые зарегистрированы в этом каталоге 12, у них тоже есть возможность присоединяться к квалификации. Вплоть до 14 каталога все ваши новички могут присоединяться. То есть, если ваш новичок пришел в этом каталоге 12, то он начинает прохождение квалификации, выполнять условия квалификации со следующего каталога после регистрации. То есть, в 12 каталоге он зарегистрировался, с 13 он начинает выполнять условия квалификации. Так, и так далее, да, до 14 каталога. То есть, 14 каталог последний, когда можно войти в квалификацию. То есть, если у вас человек зарегистрировался в 14 каталоге, то он еще может начать квалификацию с каталога 15. Тут понятно про новичков ваших. То есть, любой человек, которого вы сейчас приглашаете, может участвовать в квалификации. Тут понятно. Все понятно. Дальше. Так, ну что здесь? Не буду ничего, да, про эти условия. Мы сейчас сразу пойдем про подробные условия. Смотрите. Если вы... Так, сейчас, подождите. Так. Если самое высокое ваше звание до каталога 11 было 0,6%, это вы каждый смотрите, да, кто был на самом высоком звании до каталога 11. Если это 0,6%, то вам нужно достигнуть 15% уровня, так, за все время квалификации. Это у нас, получается, 7 каталогов у нас квалификация длится, 7 каталогов, да, считаем, сама считаю тоже вместе с вами, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 7 каталогов, да, все согласны, 7 каталогов длится у нас квалификация. Сейчас сразу открываю калькулятор, чтобы все прямо, чтобы по полочкам вам все было понятно. Смотрите, итак, уровень, если ваш уровень был 0,6%, то есть, неважно, 0, 3 или 6%, да, вы должны достичь 15%. При этом за время квалификации у вас должно быть уже 4 каталога подтверждения 15. Если у нас 7 каталогов квалификации, то 4 каталога из них вы должны быть на 15%. Тут понятно, и обязательное условие, в первом каталоге вам обязательно нужно быть 15%. Смотрите, объясняю, то есть, в первом каталоге вы обязательно на 15%, все остальное, вот эти вот еще 3 каталога подтверждения, да, 15%, вы можете в любом каталоге, в принципе, быть на 15, да, то есть, ну, допустим, в 13 каталоге вы вышли на 15, в 14 у вас там не получилось, вы остались на 12, потом в 15 каталоге вы опять 15, вам засчитывается уже 2 каталога 15, да, потом дальше опять у вас на 15, опять вот 3 каталога засчитывается, и первый каталог нужно быть обязательно на 15%. Вот это и есть количество каталогов 4 достижения требуемого уровня. Здесь понятно? Всем понятно, да? То есть, за время, за все время квалификации, если вы были на 0,6%, вам нужно 4 каталога подтвердить 15%, и первый каталог обязательный для подтверждения 15%. Понятно здесь. Дальше, эти же, для этой же категории условия по квалифицированным рекрутам в каталог, в каждый каталог. Смотрите, здесь у нас написано, да, что в каждом каталоге квалификации на конференцию вы должны зарегистрировать минимум 3 человека, которые пройдут шаг 1 стартовой программы, да, то есть, это квалифицированные рекруты. Те, кто в 21 день с момента регистрации сделает заказ на 100 баллов. Их должно быть минимум 3 в каталог. Но, смотрим, суммарно за весь период квалификации, то есть, за 7 каталогов, у вас должно быть 40 квалифицированных рекрутов с суммой, да. Считаем, 40 рекрутов мы разделим на 7 каталогов. Согласны? Это получается 5,7 рекрутов, то есть, будем считать 8, да. То есть, в среднем, вам нужно в каталог зарегистрировать 6, о, что я говорю, 8 говорю, 6 человек, да, да, это я запуталась, зарегистрировать 6 человек, которые пройдут стартовую программу, то есть, ну, шаг 1 стартовая программа, да, это 100 бонус баллов. Ребята, вы знаете, я не поставила на запись, блин, ворона. Наташ, ты не записываешь? А у меня тут бумажка висит, представляете? Поставить на запись. Все, ладно, пошли дальше. Значит, 6 квалифицированных рекрутов в среднем в каталог. Смотрите, почему я говорю именно, что 6 человек нужно сделать, да, для того, чтобы, ну, вообще здесь сказано, что не меньше 3, да, то есть можно больше, но меньше 3 в каталог ни в коем случае нельзя. Но если вы будете делать минимальное рекрутирование в каталог, да, то есть 3 рекрута в каталог, то за 7 каталогов у вас будет всего лишь сколько? 21 рекрут. Это мало, да, их нужно 40. Поэтому мы делим 40 на 7, чтобы среднее вот это арифметическое, да, чтобы все это, всю нагрузку вот эту сумасшедшую, да, распределить одинаково на каждый каталог, чтобы не было потом, что вы 3 сделали в этот каталог, 3 потом в этот каталог, а потом в конце вам надо будет сразу сделать еще 20, да, чтобы такого не было. Чтобы все шло равномерно и чтобы вы вошли вот в эту колею. Если вдруг там, ну, не получилось, это все понятно, да, что бывает, что там 6 рекрутов сделали, да, то есть, что все 8, 6 рекрутов, для вас 6 рекрутов, это от 0 до 6%, 6 рекрутов. Не получилось сделать 6, получилось сделать 4, да, ничего страшного, вы проходите квалификацию дальше, да, потому что минимум нужно 3. Но дальше вам нужно будет еще больше поднажать, потому что вы не будете успевать делать этих рекрутов, да, в период всей квалификации. Здесь понятно по рекрутам. Все, это квалифицированные рекруты, которые прошли шаг 1 стартовой программы. Все, понятно. Дальше идем. Еще одно требование, да, это в каждом каталоге на весь период квалификации нужно делать личных 150 бонус-баллов. Я думаю, что это самое простое, да, условие, которое можно, которое вообще можно придумать, потому что это 150 бонус-баллов, это ваш вообще доход. Да, поэтому сложного здесь ничего нету. Также и продолжаете делать 150 бонус-баллов, при этом получать свой доход, да, потому что он будет вам начисляться, расти по карьерной лестнице, и ваш доход будет расти, и тоже будет копиться у вас на счетах. И дальше это прохождение полностью всей квалификации и поездки. Все, тут понятно по уровням 0 и 6, да? Все понятно. Дальше пойдемте. Все то же самое, в принципе, да, для всех остальных. Всем остальным точно по такой же схеме мы распределяем именно квалифицированных рекрутов, по рекрутам, да? Для уровня 9%. То есть, если ваше самое максимальное достижение до каталога 11, регистрируем точно так же. Я потом, я сейчас расскажу про регистрации и вообще, как вот распределить эти ваши кушки. Хорошо, чтобы, в общем, расскажу. Значит, если ваше достижение максимальное 9%, да, до каталога 11, то вам нужно выйти на 18%, и также 4 каталога нужно будет эти 18% подтверждать. И, опять же, здесь обязательное условие, что первый каталог 17-го года должен быть на 18%. И еще какие-то 3 каталога в период квалификации вы должны быть на 18%. Понятно здесь, да? Понятно. По квалифицированным рекрутам точно так же, ребят, считаем. 55 нужно, да, суммарно делим их на 7 каталогов. Получается, ну, почти 8 квалифицированных рекрутов в каталог, так? И не менее 4 в каталог. То есть больше можно и нужно, меньше 4 нельзя. Если вы сделали 3 квалифицированных рекрута, ребят, ну, вы вылетаете с квалификацией сразу же. То есть прохождение дальнейшего будет невозможно. И, опять же, условие 150 бонус-баллов для всех уровней обязательное условие. Понятно тут тоже, да? Ну, я думаю, что понятно, раз все по вышесказанному было понятно, значит, здесь тоже понятно. Для тех, кто имеет самое высокое достижение 12%, нужно достичь старшего менеджера, да? Это старший менеджер сколько процентов? Отвечайте. Та-да-дам, 22%. Во-первых, уже могу вам сказать, да, уровень 15% это уже хороший доход, да? И 18% и старший менеджер это вообще уже замечательный доход и можно уже не работать нигде, да? Если есть такая возможность, не работать нигде. Поэтому тут вообще просто все замечательно. С 12% нужно быть старшим менеджером, подтвердить это звание в течение трех каталогов, да? То есть первый каталог 2017 года должен быть обязательно старший менеджер и еще два каталога в период всей квалификации нужно иметь 22%. По квалифицированным рекрутам 70 квалифицированных рекрутов делим на 7 каталогов, получается 10 квалифицированных рекрутов в среднем нужно сделать в каталог. Понятно здесь, да? Не меньше 5. 5 можно, 4 нельзя. Можно больше 5. Нужно больше 5. И 150 баллов обязательно условия личной товарообороты. Ежекаталожно. Понятно здесь? Понятно. 18%. Ребят, есть у нас кто 18% самое высокое достижение? Ну какой же это шок? Ну это, ребят, это ваш рост, это ваш доход. Это просто условие, которое поможет вам достичь дохода, понимаете? Это просто вам пинок такой огромнейший, чтобы вы действовали. Ведь это не просто вы квалифицируетесь на конференцию, поедете, отдохнете и все. Вы при этом получите все, получите абсолютно все, все плюшки, получите доход. Кто станет старшим менеджером, тот в дальнейшем получит через 8 каталогов. Что? Премию? Тысячу долларов, ребят. И вы будете каждые 3 недели получать доход от 20 тысяч рублей. О чем вы говорите? Это сложно просто глазами. А когда вы начинаете это делать, да, реально, может быть, будет сложно, потому что вы еще не в колье. Первые каталоги будет тяжело. Но и стоит это преодолеть. Опять же, говорю это, зная по себе. Если вы удачно, успешно проходите начало квалификации, то вы уже, да, глаза боятся, руки делают. Для чего страшного тут нет? Тут только нужны действия, много действий. И желательно, чтобы это были ваши знакомые, потому что им легче всего донести информацию. Информацию нужно доносить в полную презентацию, чтобы человек знал обо всем. Не только, что ему нужно пройти шаг 1 стартовой программы, да, и все, и потом будет и слиться дальше. А он должен знать всю полностью презентацию, весь смысл бизнеса. И он должен знать, что он тоже имеет возможность квалифицироваться на эту конференцию, на эту полезку. Может быть, для вас страшно. А для человека, который к вам пришел новичок, сейчас вообще отличнейший период. Сейчас самый период вообще роста, во-первых, да. И как раз вот эта квалификация, ну, здесь все как по маслу должно идти, да. Сейчас вот вы летом, было сложно, потому что все уехали, все разъехали, сейчас все возвращаются. Сейчас все будут просыпаться. И особенно сейчас будут просыпаться, когда про конференцию проют. Сейчас про конференцию знаете только вы, потому что вы вот сюда зашли, вы о ней знаете. А другие-то они еще не знают. А спящие, так вообще они и не узнают никогда, если мы об этом им не скажем. Все, тут все понятно. 18% у нас не было, да. Не буду тогда про 18%. Все, все, смотрите. Насчет того, что, как мы проводим регистрации, да, и как у нас делаются курьи круты. Регистрация. Регина, она совершенно бесплатная. Ты доедешь только до города сервисного центра. Это я так, по какой городу, я не знаю, какой. И все, ну смотри, вот если говорить обо мне, то я до Москвы доеду только за свой счет. А с Москвы перелет, трансфер, дальше проживание, питание, все конференции, там, что там будет, да, все вечеринки, все бесплатно абсолютно. Обратно я прилетаю тоже бесплатно. И только с Москвы домой я еду за свой счет. А за свой счет, ну, это, ну, на автобусе 1000 рублей мне стоит. Понятно? Полностью бесплатная. Да. Все, пошлите дальше. По поводу того, как регистрировать. Регистрируем мы точно так же, как и регистрировали раньше. Да, регистрируем свои морковочки, но обязательно делаем отрывчики. То есть не регистрируем всех в чернобыльскую морковку, регистрируем в две. Для того, чтобы был отрыв. Отрыв обязательно должен быть при квалификации. То есть если вы квалифицируетесь, квалифицируется ваш ниже стоящий менеджер или консультант, у вас, между вами, должен быть отрыв в процентном уровне. Для этого у вас, у всех должны вестись две веточки. Дальше, такой очень интересный момент по квалифицированным рекрутам. Если у вас в организации, в вашей организации квалифицируетесь не только вы, но и ниже стоящие, то эти квалифицированные рекруты вам считаются обоим, если у вас есть отрыв. Понятно это? То есть, вот мы уже разговаривали сегодня, допустим, с Леной, да, вот поэтому Лена и пишет «да». Если у нее, под ней квалифицируется, есть у нас Лена Мартынова, есть. Если под Леной также квалифицируется Лена Мартынова, да, у нас сейчас получается, что Лена Сергеева на 9%, Лена Мартынова на 6%. У них есть межпроцентная разница, да, и у них здесь, в принципе, разные категории квалификации, да, разные уровни нужно сделать. Но под Леной есть, допустим, ну еще кто-то 6%. Кто у нас еще? А, еще Регина у нас есть. Вот. Регина есть, она тоже 6%. И у них одни условия для квалификации. Так вот, между ними, между Леной Мартыновой и Региной обязательно должен быть процентный отрыв. Понятно здесь, да? Поэтому Лена у нас повыше зарегистрирована Регины, да, значит, Регина выполняет свои условия, это 15%, выйти на 15%, а Лена, так как должен быть отрыв, ей нужно быть на 18%. Тут понятно, окушки у вас, ребят, общие. А Лене, да, Лене, так как у Лены 9%, ей нужно было бы на 18%, но так как у нас Лена Мартынова будет на 18%, Лене нужно 22%. Понятно? Но кушки у вас общие. То есть, если вам нужно сделать кушки, в общем, вот я сейчас вас загружу, да, конкретно с каждой структурой нужно созваниваться со спонсором, который вам по полочкам разложит конкретную вашу прям ситуацию, да, потому что я сейчас могу, вот, говорю по конкретной ситуации, вы, может быть, даже не можете понять, о чем я говорю. Понятно? Хоть немножко было понятно, да, к чему я вообще это все говорю? Понятно. Все, да. То есть, по конкретным вашим ситуациям и вашим организациям, то есть, по вашим структурам, да, если у вас квалифицируется несколько человек из вашей структуры, то вам нужно всем вместе созвониться со спонсором, и который по полочкам прям вам разложит, где, что и как, да, кто чего должен сделать и как эти кушки регистрировать правильно, чтобы они засчитывались и туда, и туда, да, и чтобы вы росли правильно, чтобы у вас был межпроцентный отрыв друг от друга. Это уже все технические моменты, это уже, ну, конкретно уже, да, нужно прям точечно с каждым человеком и с каждой структуркой уже разбирать. Все тут понятно? Все понятно. Ребят, скажите, сложно? Сложно? Да, сложно? Даже если, вот, отличный ответ будем делать, это вообще отличный ответ. Неважно, сложно, не сложно, если вы хотите, то нужно в любом случае начинать. И начинать нужно обязательно в этом каталоге, потому что условия квалификации уже начались. Их нужно выполнять с сегодняшнего дня. В этом каталоге у вас уже должны быть вот эти вот условия выполнены у каждого. Вот, видишь, кому-то наоборот на словах это все сложно, а потом начинают делать, и вроде как будет так-то сложно. Ребят, очень советую идти все-таки к знакомым. Идти к знакомым с полной презентацией, идти к знакомым вживую, да, не в соцсетях писать «Привет, как дела?», А прям звонить и говорить «Привет, у меня дела к тебе есть. Можешь ты со мной встретиться?» И все. И человеку рассказывать полную презентацию. Для этого ее нужно выучить. Завтра, кстати, в Смоленске. Живая встреча с презентацией. Приглашаю всех желающих посетить. Все, ребят. Я еще, вы знаете, очень было бы здорово, если бы я смогла вас замотивировать своими, не знаю, видео, там, фотками с менеджерской конференции в Сочи. Но, к сожалению, сейчас еще это сделать я не могу. Поэтому вот этот каталог вам нужно замотивироваться самостоятельно. Состоятельно, да, то есть, ну, видюшечки какие-то смотреть. В общем, или вообще просто, ребят, посмотрите вокруг себя. Устраивает вас вообще, где вы живете, где вы отдыхаете, что вы одеваете, что вы детям своим покупаете. Устраивает вас это? Вот посмотрите просто вокруг себя. И давайте будем честными, что условия не так-то и сложны, если у вас есть мотивация. Если есть у вас цель, если вы очень-очень хотите этой цели достичь. Прямо, знаете, прям вот до мурашек. Это должно быть, вот, ну, не знаю, прям вот изнутри. Вот лично меня вот прет сейчас на данный момент до такой степени, что, ну, не знаю, хочется вам это все передать. Поэтому сейчас вы мотивируетесь самостоятельно, смотрите вокруг себя, ставите себе цель, идете к ней. А дальше уже в сентябре, какого там, 24 сентября я буду в Сочи, я буду вам транслировать, буду вам вещать. Вы посмотрите, что, насколько это круто, посмотрите, в каких условиях мы там будем жить, да, в каких отелях и какие будут мероприятия. Эта конференция посвящена 20-летию России, 20-летию присутствия компании в России, да, это юбилей. А следующая конференция, которая будет в Болгарии, посвящена 50-летию вообще основания компании. Представляете, что будет, да? Поэтому ножки в руки, руки, не знаю, куда, на телефоны, пишем список знакомых, учим презентацию, презентацию не учим, целый каталог, да, буквально сегодня-завтра все выучили для того, чтобы пойти уже знакомым. Ну и никто не отменял холодные контакты и холодные методы. Продолжаем рекрутировать на холодном рынке, так же, как и делали раньше, и подключаем метод списка знакомых. Все согласны? Ну, тогда, в принципе-то, у меня все. Может, какие-то вопросы есть? Спасибо. Спасибо.